Единогласно парламент одобрил введение прогрессивной шкалы налогообложения на 34-й сессии Народного Собрания Республики. Эта система построена на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Изменения в случае утверждения Госдумой начнут действовать с 1 января 2025 года. Все подробности в сюжете Марата Чурюмова. Налоги на богатство. Теперь физические лица и организации будут выплачивать отчисления на прибыль. Но только те, чей доход превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц. Ставка для них поднимется на 5%. Подавляющее число граждан налоговые изменения не коснутся. Из 64 миллионов работающих населения в нашей стране прогрессивное налогообложение затронет только 2 миллиона человек. Как здесь уже говорилось, это примерно 3,2% населения. Рассчитываться налог будет не на всю сумму, а на часть, которая превышает порог. На основной доход НДФЛ сохранится 13%. Прогрессивная шкала составит для физических лиц доходом до 5 миллионов рублей 15%, до 20 – 18, свыше 50 – 22. Принятие этого закона мы по правде затрагиваем всего лишь 3,2% нашего населения. Но за счет доходов, которые мы получим, которые государство получит, мы решаем очень много очень важных государственных, социальных вопросов. Мы способствуем реализации всех семи проектов национальных и стратегического развития нашей страны, потому что в них заложено развитие всего нашего общества, развитие инфраструктуры, развитие экономики. Коснется налог из семей. Родителям с двумя и более детьми вернут 7 из 13% НДФЛ, только если среднедушевой доход на члена семьи не превышает полутора кратного прожиточного минимума в месяц. К тому же выплаты участникам СВО не попадают под новые налоги. Они в общем несут справедливый и социальный характер. То есть они не такие критичные, не такие, которые бы ломали бы, прекращали бы деятельность бизнеса. Они наоборот где-то и стимулируют, но через механизмы вычета, через механизмы государственной поддержки. Налоговые изменения начнут действовать с 1 января 2025 года после принятия поправок Государственной Думой Российской Федерации. Марат Черюмов, Саид Кутиев, Джабрей Урабаданов. Время новостей.